Беженцы из Палестины, либо кремлевско-кадыровский пиар. В оккупированной Чечне кадыровцы вовсю пиарятся на беженцах из Палестины. С ними делают фотки, возят их на различные концерты, пляски, увеселения, где им публично, показательно дарят подарки, поют песни мужчины и женщины, танцуют и так далее и тому подобное. Мол, дескать, посмотрите, как мы заботимся о бедном, угнетенном народе Палестины. Но дела не совсем обстоят так красочно, как кадыровцы нам пытаются и вообще россияне преподнести. Есть некоторые моменты, о которых они не упоминают. Первое, это то, что как минимум в каждой семье, точнее в каждой семье, как минимум один человек должен иметь российское гражданство, чтобы его вывести из территории сектора газа. То есть, коренных жителей сектора газа, вот этих палестинцев, если у них нет в семье ни одного человека с гражданством какой-либо страны, будь то России, Польши, Белоруссии и еще каких-то других стран, то этих людей не позволяют вывозить с территории сектора газа. То есть, Россия вывозит, по сути дела, своих. Если в семье есть гражданин России, то их вывозят. И мы видели на различных роликах, опубликованных кадыровцами, как многие палестинцы говорят неплохо на русском языке. Почему? Потому что они являются гражданами России. Либо уехали из России туда, допустим, жены, мужья, мужчины, женщины там с кем-то поженились, и потом вывозят свои семьи. Это очень важный момент, потому что это показывает, что Россия, по сути дела, помогает только своим. Да, угнетенным людям, да, у которых проблемы, но только своим, чужим не помогают. Второй момент, это то, что собирают помощь по всему Северному Кавказу. Все оккупированные республики Северного Кавказа сейчас пиарятся на этой теме, начинают собирать помощь, еду, какие-то продукты, деньги, и показательно отправляют их якобы в Палестину. Почему якобы? Потому что большинство этой помощи не доходит до местных жителей. В сектор газа эта помощь не доходит. Они ее отправляют кому? Махмуду Аббасу. Ведь именно с ними делают фотки кадыровцы и так далее. С ним у них контакт, а он не находится в секторе газа. В секторе газа у него нет никакой власти. Он находится на территории западного берега. И даже там они не распределяют эту помощь нужным образом. Как понимаем, там тоже есть проблемы. Не так, как в секторе газа, но все равно там тоже есть проблемы. И несмотря на это, они не распределяют эту помощь должным образом. Это похоже на то, как после землетрясения, недавно, помните, в Турции многие дома обвалились, в Сирии были землетрясения, как российские подконтрольные Кремлю духовные мусульмане, вот эти духовное управление и различные этого рода люди, собирали помощь и отправляли не только Турции, но в первую очередь сирийцам. Мол, вот посмотрите, мы помогаем сирийцам, которые находятся под завалом. Но они врали. Почему? Потому что эта помощь была, они ее передавали Башару Асаду. А разрушенные районы на территории Сирии находились и находятся на территории, которые Башар Асад не контролирует. То есть мы знаем, что там война, что есть противостояние. И эти разрушенные дома в большинстве своем находятся именно на территории, где Башар Асад не может даже ногой ступить. И ему передают деньги, чтобы он якобы помогал своим врагам, тем, против кого он воюет. Понятное дело, что он не будет туда ни копейки отправлять. И Руслан Курбанов в этом участвовал, и многие вот эти подконтрольные Кремлю мусульмане участвовали и говорили, вот отдавайте кому Башару Асаду, он перенаправит. Но это ложь, это вранье. Это все равно, что России отдавать помощь, чтобы она помогала украинцам, которые лежат, не знаю, под развалинами где-нибудь в Киеве, куда попала российская ракета. Не будет же Россия им помогать, понятное дело. Нельзя России передавать эту помощь предназначавшуюся украинцам. А вот эти передают именно кому? Башару Асаду. И здесь та же самая ситуация, та же самая, когда передают Махмуду Аббасу, который не контролирует никакой вообще ничего на территории сектора газа. Мало того, на территории сектора газа его даже не признают как главу. С ним не считаются. И вот этот пиар, он сделан на фоне того, что совсем недавно происходило на территории России, где запрещалось выходить и запрещается до сих пор на протесты против Израиля. В Дагестане, в Ингушетии, в Чечне, в других республиках Северного Кавказа, самой России запрещалось выходить против Израиля. Там полицать Израиль, призывать к санкциям против него и так далее и тому подобное. Сажали людей. В Ингушетии срывали палестинские флаги, когда их вывешивали где-нибудь публично. Срывали, подходили менты и срывали. В Чечне сколько вот этих аудио было, где участковые, различные сотрудники силовых структур распространялись среди своих односельчан эти голосовые, где говорили, вам запрещено снимать, вывешивать палестинские флаги в своих селах, где-нибудь на воротах, на автомобилях, на стеклах автомобиля, где-нибудь у себя даже во дворе вам запрещено, потому что мы, они говорили, будем ходить по дворам и проверять, есть ли у вас палестинский флаг. Ну и после этого нам говорят, что они заботятся о палестинцах. Это все пиар. И это после того, как Рамзан Кадыров сел и сказал, что если кто-то будет выходить против Израиля, так как делали это ребята и молодежь в Дагестане, то стреляйте три выстрела в воздух, говорил Кадыров, а четвертый прямо в лоб. И после этого они делают селфи с палестинскими беженцами. Но это же маразм, это стыд, это позор, это лицемерие. Знают ли эти палестинцы и вообще жители сектора Газа, что Кадыров призывал убивать тех, кто уходит против Израиля, так, как это сделала молодежь в Дагестане, когда толпами вышли и призывали израильтян покинуть территорию Дагестана. В Чечне это запрещено. И в Дагестане, в принципе, запрещено около 130 или около 150 человек из этих вот этих участников. Они сидят. А что они такого сделали? Вопрос. Что они такого сделали? Они что, воровали? Не воровали? Потом начали распространять, что они якобы там обворовали какие-то магазины в аэропорту и так далее. Но это же ложь, они же этого не делали. Они ворвались туда, чтобы протестовать против израильских поселенцев, которые должны были где-то там тормознуться, куда-то прилететь и так далее. И появилась информация, что они прилетели именно в Дагестан. И оттуда их, потом на вертолете, говорят, их оттуда вывезли. И чтобы против этого протестовать, люди туда рванули. Нет, говорят, этого тоже не нужно сделать. То есть, когда люди выходили в том же Дагестане и протестовали против того, чтобы отправлять дагестанцев в Украину за Россию, это было всем миром принято на ура. А вот когда против Израиля хотели выйти, нет, это говорят плохо. И Кадыров поддержал это. И говорит, нет, нельзя, говорит, выходить на такие протесты против Израиля. Почему? Потому что России это невыгодно. Россия поддерживает Израиль. Все то, что они говорят там про палестинцев и так далее, это все ложь, это все показуха. В действительности Россия поддерживает Израиль. У России с Израилем очень тесные отношения. И мы должны это понимать и помнить, чтобы разоблачать все это в лицемерии. Ведь эта показуха, она не в первый день. Допустим, когда Никита Журавель сжег Коран по указке сотрудников ФСБ, его привезли куда? В Чечню, Кадырову, и там его судят. Зачем? Он не является гражданином этого региона, то есть жителем, точнее, этого региона. Он не является, он там не прописан. Зачем его туда привозить? Только для одного, чтобы пропиарить этот режим. Естественно, это идея не самого Кадырова. Это идея ФСБ, точнее, это идея Кремля. И ФСБшники это выполняют по поручению Кремля. Чтобы распиарить Кадырова, мол, он является там главным чуть ли мусульманином России. В действительности, когда он является одним из главных лицемеров России. Одним из главных предателей мусульман и ислама. Его возят там, не знаю, по мусульманским странам и так далее. Где его даже вообще не уважают. И за его спиной о нем такие гадости говорят, что прям уши вянут. Но они специально его раскручивают. Специально. И другие регионы тоже подхватывают эту тему. Не знаю, Дагестан, Ингушетия и так далее. Тоже показательно собирают деньги на помощь палестинцам. И отправляют их Махмуду Аббасу, который ничего не контролирует на территории сектора Газа. И если это продукты питания и какие-то уже вещи, а не деньги, то их тормозят и блокируют. Где? Их блокируют на границе Египта и сектора Газа. Почему? Потому что там контролируют ситуацию Израиль. Он не позволяет такую помощь передавать. Только через там хамасовцев, только через связи с хамасом можно передать эту помощь. Но кадыровцы, они не заморачиваются. Потому что у них нет цели помочь. У них цель пропиариться. И они просто отправляют эту помощь, снимают красивое видео, выкладывают. И люди такие думают, а вот они отправили, помогли палестинцам. А что, куда дошло, дошло или не дошло, им наплевать и начихать. Вот они привезли этих палестинцев, куда? В Чечню их привезли. И начали их пиарить, показывать, водить на эти концерты, на праздники, на пляски. Не потому что они заботятся о них, им наплевать и начихать на этих людей, а потому что они хотят пропиариться. Пусть объясняют, почему они тогда запрещали и запрещают до сих пор выходить на публичные протесты против Израиля. Почему? Почему они сажали этих людей? Почему Кадыров призывал расстреливать людей, которые выходят против Израиля? Вот что показывает нам их лицемерие. А все остальное это красивая картинка. Кадыровцы сами могут поднять для показухи на видео палестинский флаг, но обычным жителям в селах, где каждый, не знаю, приклеил бы этот флаг на лобовое стекло своего автомобиля или там еще где-то во дворе и так далее, им запрещают. Потому что показушные вот эти представления должны быть подконтрольными. Россия не хочет, чтобы такие вещи происходили без ее контроля, так как у нее тесные взаимоотношения с Израилем и ей нужно это поддерживать. Тем более, что большинство политиков в России это люди, имеющие израильское гражданство. Поэтому, конечно же, они против своих не пойдут. Это люди, не имеющие палестинское гражданство. Это люди, имеющие именно израильское гражданство. Большинство элиты российской имеют израильское гражданство. Как так получается? Понятное дело, что они будут за своих стоять горой. И мы не должны быть марионетками в этой их грязной лицемерной игре. Сегодня народ Палестины угнетаем. Сегодня происходит великая несправедливость в отношении него. И не только сегодня, на протяжении этих 75 лет, по сути дела, Израиль совершает геноцид палестинского народа. А большие игроки этого мира делают политику на этом. Вот в чем проблема. И в том числе за ними пытаются поспевать наши вот эти региональные российские марионетки в лице Калиматова, Кадырова, Меликова и прочих этих предателей. Пусть Всевышний Аллах дарует палестинцам победу. Пусть Всевышний Аллах поможет им деоккупировать свои территории. И напоследок добавил бы то, что кадыровцы, вместо того, чтобы этим палестинским беженцам показать, что они были освобождены оттуда по милости Всевышнего, показать им красоту и слава, их возят на какие-то противоречащие исламу праздники с песнями, с танцующими женщинами, с концертами, с оркестрами и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, как кадыровцы поступают в обычной, привычной для них жизни, когда толпы кадыровцев отправляют обычных рядовых, ненужных никому, на убой в Украину, где они там воняют мокрые, холодные, голодные в этих окопах, а в то время как кадыров, его семья, Магомед Даудов, их члены семей, семьи и так далее, кайфуют, гуляют, пьют какие-то там напитки и так далее и тому подобное, в тепле, в уюте. А за них должны ради пиара перед Россией, ради отчета перед Россией должны умирать обычные жители, многих из которых заставляют туда ехать и воевать. Почему кадыров запрещают выходить против Израиля? Почему кадыров запрещают выходить против Китая, который угнетает уйгуров, в поддержку уйгуров, почему он запрещает выходить? Почему он запрещает выходить против Башара Асада? Почему они помогали Башару Асаду убивать свой народ? Вот много этих моментов лицемерных. Если мы порицаем сегодня Израиль, то мы должны порицать и Россию, которая оккупировала нашу территорию, ровным счетом, таким же образом, как Израиль, палестинские территории. Если мы порицаем Израиль, то мы должны порицать и Башара Асада, угнетающего свой народ, и Китай, угнетающего уйгурский народ. Но Россия этого не делает. Она, наоборот, поддерживает эти преступные террористические режимы. А кадыровцы в прошлом сами лично помогали китайцам угнетать уйгуров. Когда китайские спецслужбы, специалисты приезжали в Чечню, и кадыровцы их обучали, как нужно бороться с уйгурами. Лицемерия.